Добрый вечер! В Красноярске 20.30 на телеканале Енисей большой выпуск новостей в студии Сергея Инжутов. Сегодня во всем мире отмечается День таксиста. Профессия очень популярная, их услугами пользовался, ну, пожалуй, каждый из нас. Довольны ли вы услугами такси, стоимостью? Спрашиваем мнение у вас, обсуждаем это в прямом эфире. Ваших мнений ждем в социальных сетях, в группах телеканала Енисей, также в WhatsApp и вайбере и телефон прямого эфира 201-05-05. Ну, а пока коротко о других темах выпуска. В Красноярске состоялся 9-й съезд Совета муниципальных образований края, что обсудили главы городов районов с губернатором Виктором Толоконским. Вероятнее всего, кроме развернутых материалов съезда, резолюции съезда, наверное, будет необходимость и подписать мне некоторые поручения. Сотрудники ГИБДД будут выявлять автомобилистов-нарушителей на трассах с помощью беспилотников. На какой высоте работают дроны? Просечено 16 административных правонарушений, связанных с выездами водителей на полосу встречного движения. В Канске разъярённая пациентка напала на фельдшера скорой помощи. Что стала причиной и что грозит несдержанной больной? Женщина-врач упала, ударилась головой и после этого ещё смогла отработать полностью смену, обратилась в больницу. В Крае началась подготовка к летнему сезону отдыха и оздоровления детей. Сколько денег из бюджета выделено на эти цели? Подарённые дети, которые будут отобраны для награждения и поощрения бесплатными путёвками, расположенными в Республике Крым. В Крымом центре прошёл 9-й съезд Совета муниципальных образований края. Ежегодно делегаты со всех территорий съезжаются в столицу региона, чтобы обсудить существующие сложности и предложить пути их решения. Все подробности в первом сюжете. С 2006 года главы городов и районов встречаются для того, чтобы обсудить решение вопросов местного значения. Для тех них это особая площадка, где можно поделиться опытом и узнать о достижениях других территорий. Сегодня в столицу региона съехались 466 делегатов. Кстати, Совет муниципальных образований нашего края – один из самых многочисленных в России. У каждого района свои трудности и поводы для гордости. Глава Красноярска Эдхам Акблатов рассказывает о развитии местного самоуправления и интересных практиках, которые реализуются на территории края. Лучшие из них смогут принять участие в специальном конкурсе. Я считаю, что мы можем принимать участие в этом конкурсе, уже имея те наработки, которые мы с вами, так сказать, получили по результатам работы за истекший период. Например, приведу практику города Красноярска. В 2014 году был инициирован конкурс «Самый благоустроенный район города Красноярска», который является не конкурсом районов, а фактически является конкурсом дворов, многоквартирных домов. С этой трибуны можно обратить внимание на любые сложности, как местные, касающиеся конкретного сельсовета, так и нуждающиеся в решении в масштабах всего края. Сами представители районов не скрывают, они подсматривают какие-то интересные практики у коллег и на их основе разрабатывают собственные проекты. А также такая работа помогает в решении экономических задач. Старались активно участвовать в поддержке малых форм хозяйственных населения. Прежде всего, конечно, в сельском хозяйстве, в лесной отрасли, в переобслуживании. Участвовали, на мой взгляд, активно. Вот участвовали за 2016 год. Третий в регионе по объему финансовой поддержки после городов. Поэтому я считаю, что здесь есть определенный результат. Мы выдали, так сказать, для себя задание техническое для того, чтобы вырастить, знаете, не создать, а вырастить ту общественную элиту, которая готова сегодня включаться и решать проблемы городского уровня. И я могу сегодня тоже с большой веры сказать, что тот доклад, который Дмитрию Дмитриевичу Медведеву мы презентовали на Сочинском международном институционном форуме, он был значим. В работе съезда принял участие губернатор Виктор Толоконский. Он внимательно выслушал все доклады делегатов и поблагодарил их за неравнодушие и конструктивные предложения. На каждом из них глава региона остановился отдельно. Выступала коллега, говорила о трудности выделить земельные участки. Найдем решение этой проблемы. В главном я попрошу и коллег из правительства, и депутатов законодательного собрания подготовить предложение по действительно завершенствам земельного законодательства. Я думаю, что для малых поселений можно и должно записать право проживающих здесь граждан получить вне каких-то общих процедур земельный участок под жилищное строительство. По итогам съезда глава региона намерен дать ряд поручений по решению важных для территории вопросов. Анна Московских, Денис Тимошенко, Новости. Далее в выпуске мы обсуждаем с вами плюсы и минусы современного такси. Делитесь своими мнениями и историями в прямом эфире по телефону 201 05 05. Вернемся к новостям. За красноярскими водителями следят с воздуха. Движения на загородных трассах по всему краю контролируют беспилотные летательные аппараты. Первый совместный рейд дорожной полиции со специалистами управления Росгвардии прошел накануне. Небольшое воздушное судно с высоты до полукилометра отмечает все, что происходит на дороге. Изображение в режиме реального времени передается на наземный пункт управления. Беспилотник ведет нарушителя по трассе до того, как его остановит инспектор. Таким образом, сотрудникам ГИБДД гораздо проще выявить потенциально опасного для других участников движения водителя и пресечь аварийно опасные нарушения. Такие рейды теперь будут проводиться постоянно по всему краю. Пресечено 16 административных правонарушений, связанных с выездами водителей на полосу встречного движения. Водители привлечены к административной ответственности. Материалы составлены, направлены в суд. Водителям грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 5000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами до полугода. Сегодня профессиональные водители всего мира отмечают Международный день таксиста. В 1907 году именно в этот день на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Кстати, сначала такси были зелеными и красными, а желтый цвет, который мы считаем традиционным для этих машин, появился с легкой руки американца Джона Херца. Принимая старые автомобили в счет уплаты за новые, он перекрашивал подержанные машины в желтый, которые легко было заметить на улицах города, и использовал их в качестве такси. В России к 1912 году столичный таксопарк насчитывал 230 машин, которые обслуживала центральная диспетчерская служба. Но после революции таксомоторы на время исчезли и вновь заработали только в 1925 году. В Красноярском крае, по данным статистиков, сегодня частным извозом занимаются 98. Организаций и почти 2000 индивидуальных предпринимателей. Ну и сегодня эту тему мы обсуждаем с вами в прямом эфире. Ваши впечатления и мнения о такси принимает Ян Ермешов, он уже в студии. Ян, добрый вечер. Я вот сегодня в интернете прочитал весьма возмутительную историю, как накануне Красноярка, заказав такси по городу, недосчиталось сразу же 14 тысяч рублей на своей банковской карте. Сегодня это все обсуждают? Да, действительно, сегодня это все обсуждают. Это и в СМИ, и в социальных сетях. Сереж, ты правильно совершенно заметил. Мы, кстати, к этой истории вот сейчас прямо и перейдем. Буквально спустя некоторое время. Прежде я хочу вам напомнить, дорогие друзья, что вы можете свои сообщения присылать нам ватсап и вайбер код Красноярска 391. Мы с вами сегодня говорим о такси, но не только, может быть, какие-то ваши истории собираем, но можно, в принципе, обсудить, нравится ли вам те такси, которые вам подают, какие есть проблемы, может быть, что-то стоит исправить, с какими таксистами вы сталкиваетесь, нравится ли машина и так далее. В общем, ждем ваших сообщений всяческих разных. Но вот я сейчас как раз к той истории, которую сказал Сережа. Вот буквально сегодня в сети появилась информация о некорректной работе службы такси. Жительница Красноярска на своей странице в одной социальной сети написала о том, что одна из фирм такси списала с ее счета 14 тысяч рублей. Вот нам удалось связаться с Александрой. Давайте послушаем, что она нам рассказала. Я вызываю такси, ехать с диктатуры до городка, определяю, набираю Борисова, он мне дает адрес, адрес мне подходит, я нажимаю «Заказать», он говорит, ну все, вот там тарифы наши. Говорит о том, что вот поезд, действительно, там они же пишут сумму, но на сумму я не посмотрела. Почему? Потому что всегда писался тариф. Какой там, 1,4 и так далее, средняя цена поездки, там диапазон и так далее. А как мне сейчас поясняют, при заказе теперь в феврале месяце, а я просто не пользовалась давно, ну то есть в середине февраля, пишется конкретная стоимость. Нажимаю «Заказать», мне тут же приходит смс отписание средств. Это 14 тысяч рублей. Я набираю водителя, потому что, ну как бы нет же прямых контактов у таких систем. Набираю водителя, водителя говорит, что я не совсем в курсе, говорит, что давайте заедем и закроем поездку и посмотрим. Закрываем поездку, мне приходит кайтанция в 176 рублей. Как бы я жду, что по счету сейчас начались изменения, то есть либо это была ошибка, либо сейчас пишется 176 и покажет, что у меня те же. Но списания по 176 рублей не было. До сегодняшнего дня тоже ничего не менялось по счету. И вот я звонила в банк, соответственно, по счету у меня списано 14 тысяч. Как пояснил потом Александр, нам еще в телефонном разговоре о том, что у нее, как сказали ей, в фирме такси деньги не списали, заморозили. Она уже заявление в банк написала, и вот сейчас ждет ответа. Но сама признала, что такси все равно будет пользоваться и даже этой же фирмы, потому что такси так или иначе это удобно. А у нас есть телефонный звонок от нашего Южного Корпунта. Ольга Максюшина сейчас с нами на связи. Оль, привет! Да, я добрый вечер, слушаю. Добрый вечер. Вот скажи мне, пожалуйста, а как у вас в Минусинске, вообще в Минусинском районе пользуют такси? Какие цены, в общем, мне так интересно? Вот сколько стоит? Ну вот цена у нас на такси по городу Минусинску варьируется где-то от 50 до 100 рублей. Но все зависит, естественно, от расстояния. А что касается вот мобильных приложений, они у нас совсем недавно появились, и люди стали пользоваться недавно. В основном это, естественно, молодежь. Ну а так все старым проверенным способом по сотовому телефону звонят и вызывают. Вот у нас в Минусинске насчитывают порядка 15 компаний. По Шушинскому, что касается Шушинска, буквально вот сегодня тоже была в Шушинском, у них чуть поменьше, можно даже за 50 рублей проехаться по всему поселку. Я, Оль, помню, потому что когда бываешь вот на Мире Сибири обычно, да, то такси заказываешь и по Шушинскому очень долго катаешься. Там это очень популярно. Когда приезжаешь, это поражает просто тех людей, которые живут в Красноярске, потому что стемность такси очень невелика. Но как ты оцениваешь качество такси у вас? Ну, качество, вот если честно, городок у нас не очень большой, друг друга знают, поэтому вот по качеству претензий вроде бы пока не было. Конкретно я не сталкивалась с такими вот какими-то курьезными ситуациями. Вполне все нормально, достойно, и водители вежливые. Спасибо тебе большое. Спасибо. Это была Ольга Максюшина, наш специальный корреспондент. Южный Корпунт только что был с нами на связи. В общем, мы с вами выяснили, сколько стоит такси в Минусинске и хорошо ли там. Вот можно приехать и совершенно спокойно пользоваться, если поедете, допустим, на Мирсибири в Шушинске. Звоните. 201-05-05, это телефон нашего эфира. 91, это код Красноярска. 8-933-336-7172, это WhatsApp и Viber. Сегодня говорим о такси, ваш случае, свои мнения вы скажете о таксистах. В общем, сегодня у нас у них праздник, так что все равно, так или иначе, будьте, пожалуйста, немножко вежливее. Ну, а сейчас я передаю слово Сергею Житову. Спасибо, Ян. И сейчас расскажем, что узнаем в следующей части выпуска. В Красноярске определили площадку под строительство аквапарка. Где он будет расположен, расскажем после короткой рекламы. Продолжаем выпуск. В Каннске женщина вызвала к себе домой бригаду скорой помощи и напала на дежурного фельдшера. Инцидент произошел поздно вечером в понедельник. Словесная перепалка между врачами и пациенткой началась уже на пороге дома. После осмотра женщина, хозяйка, вызвавшая скорую, начала оскорблять медиков, а потом накинулась на дежурного фельдшера с кулаками. Несмотря на это, медики выполнили свои обязательства и доставили женщину в больницу. И только после этого врач, на которую напали, сама обратилась за медицинской помощью. Сейчас пострадавшая находится в местном стационаре. После этого она меня взяла за грудки. Началась там перепалка, ну это само собой разумеется. Сначала словесная, а потом уже физическая. Все, она меня повалила. И ударилась я во что там, стол там, или холодильник, или что-то еще. И какие травмы вообще-то? Ну, вообще сейчас сокращение головного мозга, ушиб спинки носа. Ну, как бы так, если, видимо, у нее ничего нет, это не значит, что у меня там не болит голова, мне не тошнит. Женщина-врач упала, ударилась головой. И после этого еще смогла отработать полностью смену. Обратилась в больницу. Ей была диагностирована черепно-мозговая травма. Сейчас она находится в больнице. Следственными органами начата следственная проверка по данному факту. И вновь возвращаемся к большой теме этого выпуска. Сегодня обсуждаем качество работы такси в крае. Ваше мнение собирает Ян Ермешов. Ян, еще раз привет. Привет, Сереж, у тебя же есть машина. Ты как-то таксовал? Тебя ловили когда-нибудь так вот от бордюрчика? Ну, честно говоря, вот по городу я, наверное, что ли, опасаюсь как-то брать попутчиков. Так истории всяких наслушаешься, а потом страшно. А вот, например, когда возвращаюсь в дачу, то с удовольствием беру... А деньги потом? Например, соседку. А деньги берешь потом? Честно говоря, рука не поднимается. Брать у своих соседок, пожилых, пенсионеров. Но иногда, конечно, хоть 10 рублей набросят куда-то там в районе бардачка. Мне тоже такое было. Тоже вот в два раза подвозил. Не могу деньги взять и все. Ну, что ж, дорогие друзья, мы сегодня с вами обсуждаем такси. Сегодня праздник. Международный день таксиста. С какими таксистами вы сталкиваете? Устраивает ли вас этот сервис? То есть, может быть, какие-то изменения хотите? Качество автомобиля уставит? Уровень обслуживания? 8 933-336-7172. Это наши WhatsApp и Viber. 201-0505. Это наш телефон прямого эфира. Код Красноярска 391. Мне подсказывают сейчас, что у нас есть телефонный звонок. Это Александр, руководитель службы такси. О, как хорошо. Александр, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. У вас, вы руководитель службы такси, да? Да, я руковожу таксопарком. Смотрите, Александр, ну вот у меня к вам вопрос такой. А вот кто идет работать в такси? Что за люди? Идут люди, которые выбрали для себя этот вид деятельности, профессии. В нашем случае речь идет о настоящем таксопарке, где водители не на личном транспорте, так скажем, колымят, а имеют полную занятость и занимаются этой деятельностью профессионально. А скажите, а вот такси это все-таки образ жизни или все-таки способ заработать? Больше как идут? Такси это прежде всего профессия. Понятно. Слушайте, вот, знаете, вот мы сейчас тоже высказываем, там, у нас есть несколько мнений, которые я потом зачитаю, свое только отношение к таксистам. Но я так понимаю, что у таксистов тоже к пассажирам есть свое особое отношение. Вот есть какие-то претензии, допустим, у таксистов к пассажирам, да? Ну вот мы говорим про таксистов, там, некоторые неаккуратные, в машине там накурено, грязные иногда, да, обсчитывают, там, болтливые, может быть. А у таксистов к пассажирам мы готовы выслушать? Я, честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Думаю, что самое важное, это всем относиться друг к другу по-человечески. Абсолютно с вами согласен. Ну, то есть, мы более не скромные, не жалевы. Спасибо вам большое за ваш звонок. Я поздравляю вас с праздником, с международным днем таксиста. Спасибо. Ну что ж, ребят, теперь давайте почитаем ваше сообщение. У нас есть, Валерия пишет нам. Такси пользуюсь, Светка. Однако заметила тенденция, что с каждым разом таксисты знают город все хуже и хуже. Чаще приходится устраивать экскурсию по городу. Сама живу в частном секторе, и мой адрес без подсказки таксист нашел всего один раз. Поэтому, в принципе, отношусь к этим моментам спокойно. Но лишь у меня, когда просят показать дорогу, я прошу половину оплаты. Когда они спрашивают, за что, я говорю, за услуги штурмана. Людмила пишет, самое главное, что таксисты сегодня в основном в своей массе, это люди, которые хотят заработать, а ни в коем случае не бандиты, как было раньше. Раньше они и спиртное из-под полы продавали, и другими более ужасными вещами занимались. Это в прошлом. Остались локальные войны за пассажира. Это в аэропорту, на автовокзале. Но на обычных людей это никак не влияет, лишь бы цены не задирали и ездили нормально. Согласен, абсолютно. Из Назарова у нас есть сообщение от Ирины. Пользовать услугами такси часто, так как личного автомобиля у меня нет. А по служебной необходимости приходится в течение дня посещать разные организации. Стоимость одной поездки в черте города Назарова обходится в 70 рублей. За поездку на окраины придется отдать 150. Какие-то у вас сказочные цены. В Назарове работают несколько фирм такси. Стоимость услуг у них примерно одинаковая. Многие из них работают в системе, благодаря которой клиенту приходят смс-оповещения о том, что машина выехала и прибыла. В принципе, в Назарове точно так же, как у нас в Красноярске, думаю, что и по всему краю. Ждем ваших сообщений, ждем ваших звонков. 201-05-05. Это телефон нашей студии. 8-933-336-7172. Это наш WhatsApp в Viber. Я передаю слово Сергею Анжутову. Спасибо, Ян. Сейчас еще одна очень важная и волнующая тема. В Красноярске таки определили место под строительство будущего аквапарка. Этот долгожданный для красноярцев объект досуга расположится на пересечении улиц 9 Мая и Петра Подзолкова. Известно, что земельный участок под этот центр развлечений составляет порядка 6 гектаров. По предыдущему проекту планировки района на этом месте должны были построить торговый комплекс. Но по итогам публичных слушаний, которые прошли в феврале, по просьбам красноярцев решено выделить землю под аквапарк. Поступило предложение о размещении вместо торгового центра аквапарка. Когда мы рассматривали данное предложение, был проведен опрос у жителей города. И большинством голосов жители как раз поддержали размещение аквапарка на данной территории. Поэтому мы внесли изменения в проект планировки, который выносился на публичное слушание. И на земельном участке площадью около 6 гектар предусмотрели размещение аквапарка. Этот земельный участок, вероятно, будет выставляться на торги. Будет определяться инвестор, который будет готов осуществить строительство данного объекта. Участники проекта «Космическая Одиссея» на несколько часов оказались в изолированной от внешнего мира системе. Там они следят за выработкой и поглощением кислорода. Эти данные помогут вычислить, сколько воздуха им понадобится на год. Екатерина Погорелова расскажет все подробности. Два часа в закрытом пространстве, где совершенно чистый воздух, выделяют его листья салата. Участники записывают все показатели. Например, сколько кислорода они потребляют и сколько углекислого газа при этом выделяют. Ирина Снегирева с внешним миром общается с помощью блокнота и ручки. За два часа в бункере она успела записать все данные, почитать и побыть наедине с собой. Ежесекундно прибор показывает, сколько кислорода поглощает человек и сколько углекислого газа при этом выделяется. Это необходимо знать, например, космонавтам для долговременного пребывания в планетарной биологической системе. Если честно, на самом деле, если есть чем заняться, то это можно. Для меня два часа сейчас пролетели очень быстро, потому что я в том, на что сидела и занималась работой. Ну, помимо того, что я еще и записывала данные, да, просто которые показывал дачи. Ну и при этом я дальше читала литературу и занималась умственной деятельностью. Поэтому для меня это очень, так скажем, пролетело. Время незаметно. Производят кислород в системе жизнедеятельности БИОС-3, листья салата. Выращивают их в специальной оранжереи под постоянным освещением. По самому специалистов подобная разработка уникальна. Самый продолжительный эксперимент продолжался 180 дней. Причем выращивать здесь можно пшеницу, сою, морковь, редис, свеклу, картофель и многое другое. Система эта предусмотрена для выращивания самых разных культур, которые сбалансируют диету европейского типа. То есть там нужное соотношение жиров, белков и углеводов должно быть обязательно. А для этого нужно разное растение. То, что сейчас выращиваются салаты в этом эксперименте, этот эксперимент носит образовательный характер. Он не является каким-то научным продвижением вперед. За неделю шесть человек пройдут через этот эксперимент. Это второй этап проекта. Одни участники после медосмотра занимаются исследовательской работой, а другие проходят парашютно-пилотажную подготовку. И уже в ближайшие выходные они совершают прыжок с высоты 1800 и 2300 метров. Следующий этап после пилотажной парашютной подготовки мы должны определить шесть финалистов, которые поедут в Москву в центр подготовки космонавтов, где пройдут дополнительную подготовку еще. И вот из них составят основной и дублирующий экипаж, и они совершат полет на тренажере «Союз ТМА». Из десяти человек в финал проекта попадут всего шесть. Им как раз выпадет шанс совершить полет на тренажере в центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Москве. Екатерина Погорелова, Андрей Крупнов. Новости. Соглашение о взаимодействии между природоохранными организациями Красноярского края и ТВ принесло очередные результаты. На границе двух регионов задержаны браконьеры, которые незаконно добывали зверя на охраняемые территории в заказнике «Гагульская котловина». Остановили автомобиль нарушителей закона уже за пределами края благодаря оперативной работе инспектора Республиканского госкомитета по охоте и рыболовству. Была остановлена автомашина у вас. В машине находилось три человека. Инспектор Владимир Попов рассказывает, как были задержаны браконьеры. Говорит, за 30 лет на страже природы навидался разного. Но этот случай особенный. Во время совместного с полицейскими рейда остановили автомобиль, который оказался полностью загружен мясом. Кроме того, у охотников изъяли карабин и лампу-фару, которую используют, чтобы ночью ослеплять животных. В машине обнаружено было две туши разделанных лоси. Впоследствии оказались, что это были самки-лоси. И разделана туша дикой косули. Была вызвана оперативно-следственная группа, которая сразу же выехала на место происшествия. По следам было обнаружено место забоя, место отстрелок. Возбуждено уголовное дело. Двое из браконьеров признали свою вину. Кроме наказания, предусмотренного уголовным кодексом, им придется компенсировать нанесенный природе ущерб. В четырехкратном размере. Это 700 тысяч рублей. Ружье и автомобиль, как орудие совершения преступления, могут быть конфискованы. И это уже далеко не первый случай, когда за незаконно добытое мясо приходится расплачиваться не только условным сроком, но и весьма реальной круглой суммой. Количество зверя каждый год увеличивается. За прошлый год, в 2016, госинспекторами было задержано 9 человек, при которых имелось при себе незаконное нарезное оружие. Возбуждено 11 уголовных дел по фактам незаконного ношения нарезного оружия, а также по фактам браконьерства. Гагульская котловина, богатый озерами и дичью уголок природы, находится под защитой государства. Он расположен в Ермаковском районе на границе с Республикой Тыва. Для того, чтобы обеспечить диким животным покой и безопасность между краевой дирекцией по особо охраняемым природным территориям и Республиканским госкомитетом по охране объектов животного мира, действует соглашение о сотрудничестве. Естественно, это обмен опытом работы, также обмен информацией, и самое главное – это проведение совместных оперативно-рейдовых мероприятий и на территории Красноярского края, и на территории Республики Тыва. За совместную плодотворную работу сотрудникам полиции, принимавшим участие в задержании браконьеров, вручили благодарственные письма. Инспекторы госкомитета по охране объектов животного мира тоже не остались без заслуженных наград. Ведь благодаря их работе браконьеров и незарегистрированного оружия становится меньше не только в самой Тыве, но и на территории Красноярского края. Артём Ихальников, Станислав Беркий. Новости. Участники проекта «Наши дети» решили попробовать себя в качестве волонтёров на Красноярском экономическом форуме. Как прошло первое собеседование, расскажем через пару минут. На телеканале «Инисей новости» мы продолжаем выпуск. Сегодня отмечается Международный день таксиста. Профессия эта относительно молодая, чуть более 100 лет ей, но, тем не менее, очень востребована. И сегодня в прямом эфире озвучиваем ваши истории, связанные с таксистами. В студии вновь мой коллега Ян Гермишов. Тебе слово. Спасибо большое. С какими таксистами сталкиваетесь? Устраивает ли вас уровень сервиса, качество автомобиля, уровень обслуживания? Вот сегодня это мы с вами обсуждаем. 8-900-33-336-7172. Это наши WhatsApp и Viber. Пишите также в наших группах в социальных сетях, либо звоните нам в прямой эфир. 201-0505, код Красноярска 391. Есть у нас телефонный звонок, подсказывают. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Яна Николаевна, так что мы с вами практически. Да, ты вас кем, да. Яна Николаевна, расскажите, пожалуйста, ну вот как вы оцените уровень такси в Красноярске? Вы знаете, я бы хотела коснуться сервиса. Такси пользуюсь часто, и такси пользуюсь много. Но не все устраивает в сервисе. А в частности, поскольку сейчас профессиональных такси мало, как я заметила, а в основном это люди, которые работают по найму с профессиональным такси в свободное время, да. И вот они подъезжают, очень грязные машины. И порой не только грязная машина, а очень грязные бывают внутри. Хорошо, если ручку оботрут, а то могут и не обтереть эту ручку. И когда садишься и делаешь замечание в достаточно мягкой форме, что вы хотя бы протерли, ответ обычно звучит такой, и что ее мыть, типа того, что на улице и так грязная, замучаешься ее мыть. Причем я обратила внимание, грязные машины не только вот в такую распуститься. Грязные машины и зимой бывают, когда нет особой грязи и снега такого грязного. Понятно. Ну, а я вас понял, женщины одеваются красиво, им всегда хочется выглядеть красиво, и даже когда они выходят из такси. Еще один момент, который бы я хотела сказать. Иногда бывают сложности с провозом детей. Спасибо вам большое за замечание. Я думаю, что таксисты вас сейчас услышат. Еще парочку мнений. Кстати, по поводу женских такси. В Мексике, например, небезопасно ездить такси. Так вот там для представительниц прекрасного пола. В Мексико и Пуэбло выделили деньги на проект Pink Caps. Там есть ярко-розовое такси, специально для женщин и детей. В салоне автомобиля три вещи всегда. Система навигации GPS, кнопка экстренного вызова и косметический набор. Кстати, я не знаю, помните вы или нет, у нас в Красноярске тоже было подобное, запускали розовое такси, но как-то я их вообще уже давным-давно не вижу. Еще есть сообщение про женщин. Моя однокурсница, пишет нам Елена, работала в службе такси, училась на платном и доходах хватало на оплату обучения. Но на лекциях она всегда спала, так как таксовала в основном по ночам. Ну и еще одну информацию хочу вам рассказать, дорогие друзья. Одна из фирм такси выяснила, какие же машины используются чаще всего в качестве перевозки пассажиров. Так вот, в федеральных округах России разный уровень жизни, разный уровень автомобилизации. Поэтому вот в центральном и северо-западном федеральных округах первое место занимает Renault Logan, например. На Дальнем Востоке большинство таксистов ездят на гибридном автомобиле Toyota Prius. Там вообще вся пятерка первого авто – это японские иномарки. Ну это понятно, рядышком есть Япония, оттуда легче привезти. В Уральском федеральном округе на первом месте Deonex. В юго-западной части страны отечественные автомобили преобладают. В Северо-Кавказском округе таксисты ездят на Lada, Priora. Там вообще вся первая пятерка Lada. В Южном на Lada 2110, в Приорском Lada Granta. А вот у нас в Сибирском чаще всего ездят на Toyota Corolla. Хотя, по моему ощущениям, на Logan. Но было пару раз, приезжали ко мне и на круизерах. Ну так по приколу. Спасибо большое за ваше мнение. Телефон 201-0505 понадобится вам уже завтра. Для ваших других мнений я передаю слово Сергею Инжутову. Спасибо. Ну и в завершении этой темы хотелось бы всех таксистов все-таки еще раз поздравить с профессиональным праздником. И к другим темам. 114 тысяч школьников отдохнут в этом году в оздоровительных лагерях. В Красноярском крае стартовала подготовка к лету. Всего в регионе будет работать 911 площадок для детского отдыха. Это загородные лагеря, в том числе и палаточные. Чтобы получить путевку на ребенка, необходимо написать заявление в школе. После чего документ попадет в руки комиссии, которая примет решение. Завершится прием заявок 15 апреля. В этом году на эти цели из краевого бюджета выделено 1 миллиард рублей. А 170 школьников отправятся этим летом отдыхать в Крым. Такой шанс предоставляется самым одаренным детям, среди которых проведут конкурс. Бесплатными путевками по-прежнему, как и в предыдущий год, будут обеспечиваться дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся под опекой, дети из семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. И, как я уже сказала, одаренные дети, которые будут отобраны для награждения и поощрения бесплатными путевками, расположенными в Республике Крым. При этом хочу отметить, что большая часть средств, безусловно, она направляется на приобретение путевок для всех детей. Во всех загородных оздоровительных лагерях уже началась подготовка к заезду школьников. В порядок приводят материально-техническую базу и набирают персонал. В скором времени на сайте Министерства образования будет опубликован реестр всех загородных учреждений отдыха. С 1 июня начнут работать и пришкольные площадки. Завершится сезон 30 августа. Специалисты готовы ответить на все вопросы по телефону горячей линии, которые сейчас на ваших экранах. Герои проекта «Наши дети» готовятся к Красноярскому экономическому форуму. Ребята из детских домов хотят попробовать свои силы в качестве волонтеров на этом крупном событии. Сегодня у них прошло первое собеседование с организаторами КЭФа. Обо всем подробнее. Моя коллега Ольга Тишенина. Большой социальный проект телеканала «Инисей. Наши дети» в этом году меняет формат и выходит за рамки велопробега по дорогам края. Теперь ребята из детских домов будут готовиться к взрослой самостоятельной жизни и учиться добиваться поставленных целей. Задача ребят стать волонтерами Всемирной зимней универсиады 2019. А до этого им нужно получить опыт на других крупных мероприятиях. Их подготовка уже началась. Я буду проводить вас собеседование. Как вас зовут? Полностью фамилия, имя, отчество. Это первый этап отбора волонтеров на Красноярский экономический форум. Участник проекта «Наши дети» Руслан на собеседовании рассказывает, что знает про КЭФ, какой опыт волонтерства уже имеет и как действует в стрессовых ситуациях. Немного волнуется все-таки на кону возможность стать частью крупнейшего события в экономической жизни страны. Такого опыта у Руслана еще не было. Хотя вместе с журналистами нашего телеканала бывал в Казани, где познакомился с волонтерами, которые работали на универсиаде. Да и сам старается чаще делать добрые дела. У меня есть небольшой волонтерский опыт. У нас в Девногорске есть команда волонтеров. И мы помогаем людям, которые уже не способны или нет кому им помочь. Считаю, что волонтерство – это чтобы люди меньше теряли времени и все, чтобы организовано было. За право стать волонтерами Красноярского экономического форума поборются четверо участников проекта «Наши дети». Заявки ребята подавали сами и участвуют в отборе на общих основаниях. Чтобы попасть на собеседование, Снежана специально приехала из Минусинска. И прямо с корабля на бал. Девушка говорит, хоть волонтерского опыта не было, зато видела, как организуют такие крупные события. В рамках нашего телепроекта ездила в Алматы на открытие универсиады. Я безумно хочу участвовать в этом кефе, потому что для меня это будет новым поднятием, новым шагом. Я смогу бывать на таком крупном мероприятии, в котором я смогу открыться, стать более коммуникабельной, найти новое общение, новых друзей. Это будет круто. На места волонтеров кефа претендует около 650 человек. После всех собеседований и испытаний отсеется больше половины. Среди требований возраст старше 14 лет, волонтерский опыт, умение грамотно общаться и корректно передавать информацию. А также знание иностранных языков. Все кандидаты, которые продут собеседование, будут обучаться здесь у нас в центре. Им предстоит пройти несколько тренингов, связанных с общими компетенциями. Там работа в команде, например, или это стрессоустойчивость. После этого будет общее тестирование на знания каких-то фактических вещей о предстоящем форуме. И также проверка, в какую бы функциональную группу они могли попасть. В этом году в разных краевых мероприятиях будут участвовать и другие герои проекта «Наши дети». К слову, ребята уже были волонтерами на международном турнире по вольной и женской борьбе «Голден Гран-при» Иваны Рыгин, на соревнованиях по керлингу и на чемпионате мира по лыжному ориентированию. Но все же главная наша цель – подготовить ребят к универсиаде 2019. Мы понимаем, что готовить волонтеров – это очень ответственная задача. И нашим детям, чтобы они реально смогли выполнять эту роль, действительно нужно очень сильно подготовиться. И мы считаем, что очень важно детей погружать в социальную, культурную, спортивную жизнь города и края, чтобы они уже сейчас привыкали к волонтерской деятельности. Пройдут ли наши дети первый этап отбора на экономический форум, узнаем на следующей неделе. А пока они готовятся работать волонтерами на очередном мероприятии – открытии недели детской книги. Ольга Тишинина, Павел Патылицын. Новости. При поддержке Красцветмета. На этом пока все. Следующий выпуск уже в 23.30. Телефон для ваших сообщений 236-01-36. Наш сайт в интернете – enisei.tv.